Эта жительница микрорайона КСМ требует не снимать ее на камеру, но при этом признается каждый день, специально готовит и подкармливает бездомных животных прямо у входа в здание местного ТОСа. А вместе с тем именно такие сердобольные жители, подкладывая еду, способствуют размножению бездомных кошек и собак в городе, говорят соседи. Здесь люди есть, которые, так называемые защитники животных, которые полной достают и раскладывают их здесь, вдоль всех домов. Все своры, которые бегают, они не только бегают из-за того, что им здесь нравится, а из-за того, что их здесь подкармливают. А подкармливают, я не знаю, есть и жители, а есть, которые специально приезжают, привозят вот эти вот корзины с помоями и поддерживают вот это вот все. Сергей Пискарев эмоционально спорит с зоозащитниками на встрече. По его словам, возле многоквартирных домов живут своры собак, которые представляют угрозу для окружающих. Вот эти собаки, которые здесь живут, это малая часть, которая находится сейчас. Всю ночь эта свора, как видите, 20-я школа, детский сад, дорога между домами. Вся эта свора постоянно, всю ночь гавкает, кидается на детей. Местный житель потребовал от властей и зоозащитников оградить его и соседей от бродячих собак. Однако на сегодняшний день сделать это законным способом сложно. Вышел новый федеральный закон о бережном отношении к животным, полностью исключающий жестокое к ним обращение. Сложно сегодня регулировать эту численность, не имея нормативно-правых актов федерального и краевого уровня. Причем по информации, которая у нас имеется, краевые законодатели в апреле месяце должны уже откорректировать, принять новое законодательство, которое, безусловно, позволит нам более успешно решать эти проблемные вопросы. Представители администрации Сочи работают в тесном взаимодействии с краевыми законодателями. А пока они вместе с зоозащитниками и общественностью предлагают сочинцам подключиться к решению вопроса с бездомными животными. В частности, стерилизовать своих домашних питомцев, исключая нежелательное потомство. Зоозащитники утверждают чаще всего, что сегодняшние щенки на улицах – это вчерашний выводок от домашней собаки. На сегодня, да, и выход есть, и очень замечена работа вообще. То есть, у нас стало порядка меньше щенков. Если раньше это были 10 коробок на помойку за месяц, то теперь это порядка 1-2 коробок. То есть, работа все равно идет, и она видна. Виктория Мыльникова пообещала помочь жителями краюна Кассеем в решении вопроса с бездомными собаками. В прошлом году ее предприятие выиграло муниципальный контракт на отлов, стерилизацию и чипирование бездомных животных. За полгода было обработано полторы тысячи особей. Эта работа будет продолжена и в нынешнем году. Мы взяли телефон, и мы будем над этим работать. На самом деле, у нас есть программа. Мы уже готовы, и мы уже помогаем, и уже многое сделано. Просто не так быстро, как все этого хотят. По поручению главы города Сочи Анатолия Пахомова, подобные рабочие встречи с руководителями органов ТОС, общественностью и жителями, которые с опаской смотрят на бездомных собак, запланированы и в других микрорайонах города. Сейчас в мэрии готовится специальная памятка, в которой прописано, как правильно вести себя с агрессивными собаками, животными, сбившимися с стаю. Куда обращаться в подобных случаях? Сочи продолжают принимать звонки по номеру 2-64-29-65. Фото агрессивных животных и информацию также можно направлять на адрес электронной почты, которую вы видите на экране. Это поможет специалистам отследить миграцию стай и выявить проблемные места, где в первую очередь необходимо навести порядок. В этой работе будут учитываться интересы и жителей, и зоозащитников. Елена Овсецына, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.